Девушки отдыхают Век урбанизации, индустриализации и прочих мудреных слов, смысл которых сводится к тому, что все больше мы отдаляемся от природы, все сильнее и сильнее ощущается наша тяга к ней. И возделывание растений – одно из самых увлекательных занятий человека. Поэтому, может быть, вы замечали, все больше становится садоводов, огородников. Но есть люди, которые занимаются выращиванием растений профессионально. Один из таких профессионалов – Любовь Ивановна Тишкина. Работает она в совхозе «Московский». Познакомимся с ней. Любовь Ивановна, почему вы стали растениеводом? Растениеводом. В общем-то, мне всегда нравилось работать с растениями. То есть, даже, может, не это главное. Главное то, что я всегда хотела остаться в деревне, работать на полях. Вот, может быть, романтика агронома и так далее. В детстве, положим, я не знала всех трудностей этой профессии, всей сложности. Что тут надо очень много знать. И не просто, что это романтика. А это труд. Причем труд кропотливый, такой добросовестный, ответственный. Очень много нужно и знать, и уметь, и хотеть. Но тогда для меня это оказалось гораздо проще. Ну, а теперь вы бы избрали эту профессию? Я думаю, что да. Мне нравится заниматься врачем культуры. Я, в общем-то, агроном по специальности. И вот, когда появляются новые какие-то растения, в частности перец, значит, очень много было неизвестного. Ну, можно сказать, ничего было неизвестно. Надо было все начинать заново. Заложили опыты, наблюдали, считали дни, ходили цветки, считали и так далее. То есть, мне это все нравится. Я думаю, что я не ошиблась в выборе. Вот хозяйство Любови Ивановны. Одно из отделений, которым она управляет в совхозе Московский. Отсюда и начнется наша экскурсия по зимнему огороду. Ну, а не удивляйтесь, когда вы увидите тепличные хозяйства Армении, например, или Эстонии. Показывая теплицы, построенные в разных местах, мы хотим дать вам возможность составить о них наиболее полное представление. Известно, что всем, и большим, и маленьким, в любое время года необходимы витамины. И каждый знает, что их больше всего в овощах и фруктах. Конечно, осенью с этим довольно просто. Либо протяни руку и сорви, либо купи в магазине. Может быть, в вашем они не в таком изобилии, не так красиво и аккуратно разложены, но все же есть. А вот когда трещат морозы или звенит весенняя копель, дела обстоят сложнее. И здесь на помощь приходят вот эти люди, как волшебник Апрель из известной сказки. На чем же основано их волшебство? Представьте себе на знаниях, которые в некоторой степени уже известны и вам. Но что важно учесть? Нужно учитывать все особенности растения, все факторы, которые его окружают. Подход к каждому растению индивидуальный, с учетом всех его биологических особенностей. Что делает стиль? Для чего он нужен растению? Для того, чтобы растение из почвы качало воду и минеральные элементы питания, которые необходимы для листа. Лист днем, поглощая эту воду и минеральное питание, на свету необходим свет, и чем его больше, тем лучше, и потребляя углекислый газ, образует органическое вещество, которое ночью, когда растения дышат, часть этого органического вещества расходуется на дыхание, а часть откладывается в плоды, за счет чего плод и растет. Что нужно для того, чтобы получить самый высокий урожай, то есть максимально использовать растение? Нужно, чтобы оно как можно больше качало воду и минеральные элементы питания. Для этого нужна очень сильная корневая система. И первая задача агронома после высадки рассады в грунт обеспечить хороший рост корневой системы. Что для этого нужно? Это начинается еще с момента посева. Там в рассаде все делается для того, чтобы развить эту корневую систему. То есть оптимальная влажность почвы, доступ к ней воздуха, то есть рыхление. И после посадки его в грунт тоже необходимо поддерживать эти же процессы. То есть рыхлить грунт, чтобы поступал кислород к росту корней, кормить его элементами питания и также поливать водой. Вода, для чего вода? В общем-то самая элементарная вода. Для чего? Для того, чтобы в почве минеральные элементы, органические и так далее, растворить их. И они в более доступных формах, чтобы были доступны для растений, усваивались корневыми волосками. После того, как мы вырастим хорошую корневую систему, основные проблемы будут решены. Растение с хорошей корневой системой развивает очень сильный стебель. То есть всю ту систему, по которой движутся эти соли и движется вода. Если будет сильный приток элементов питания воды, значит будет активный рост всей массы растения. Если будет активный рост массы, отсюда будет очень хорошая отдача на плоды. Вы знаете, что корневая система и масса верхняя, надземная, они пропорционально развиваются одинаково. Чем сильнее корневая система, тем сильнее масса. А раз масса у нас очень хорошо развита, дает отдачу на корневую систему, часть органических веществ тоже поступает. Отсюда происходит сильное растение, сильное растение очень устойчивое и к болезням, и к предителям, и способно дать высокий урожай. Наши теплицы выращивают большой ассортимент овощей. Выращиваем огурцы, помидоры, перец и всевозможную зелень. Лук, петрушку, укроп, кориандр, салаты всевозможные. Преобладает выращивание огурцов. Помидоры более симпатичная культура, то есть содержат больше витаминов и других веществ. А в огурце, в отличие от других культур, находится очень много минеральных веществ, элементов, тоже, в общем-то, необходимых для жизнедеятельности человеческого организма. Теплицы разные бывают, и парники, и временные, и весенние. Вот наши теплицы, они зимние, блочные. То есть тогда, когда нигде больше не растут овощи, растут в этих теплицах. Почему именно зимние, блочные и так далее? Теплицы эти герметически закрыты. Для того, чтобы зимой, когда на улице 30 градусов, 35 и до 40 температура доходит, растение в это время требуется 23 градуса тепла, например. Вот чтобы создать такой микроклимат, необходимо было строить вот именно такие теплицы. В нашем совхозе для тепличных овощей используется бессменный грунт. 20 лет в этом году исполнился совхоз. И 20 лет грунт в теплицах не менялся. Состав этой почвы простой. Дерновая земля одна часть, торф одна часть и навоз одна часть. Все это перемешивается. Готовится такая смесь питательная. Вносится глубиной 30 сантиметров максимально, потому что это считается оптимальный слой для корневой системы всех овощных культур. Каждый год проводится дезинфекция грунтов. То есть есть система паропровода теплицы, котельная, есть паровой котел, который нагнетает пар под высоким давлением. Постилается пленка на почву. Под этой пленкой почва нагревается до 100 градусов. Все вредители и болезни, которые в почве, при такой температуре, в течение 12-14 часов они погибают. На следующий год почва стерильна. Можно сажать новую культуру. И так ежегодно проводится такая дезинфекция. Сейчас вы слышали странный звук. Это не случайно. Происходит открытие и закрытие форточек. Происходит это автоматически. Для того, чтобы создать оптимальный микроклимат для роста и развития всех растений, которые растут в теплицах. В связи с этим, отличительная их особенность от всех растений, которые растут в открытом грунте, что они более требовательны и к микроклимату, и к питанию, и к поливу. Для того, чтобы создать определенную влажность почвы и воздуха, применяем систему дождевания. Система дождевания включается автоматически по мере того, насколько пересохла почва или насколько уменьшилась влажность воздуха. В силу своих биологических особенностей растения по-разному относятся к температурному режиму. Если брать редис и салат, то ему необходимы пониженные ночные режимы, то есть более низкие, 8, 6 градусов, 10 градусов. Если брать помидоры, перец, огурцы, им необходим более высокий режим. От 18 до 21 градусов. Для огурца существует оптимальный микроклимат в теплице. Это днем до 25 градусов. Максимальная температура его. Потому что свыше, ну 28 может быть, свыше уже происходит ожоги, могут происходить растения. Вы знаете, что на листьях растений находится устица, через который проникает и воздух, и испарение воды. То есть устица еще служит для того, чтобы лист охлаждался, не было его перегрева. Вот если вы увидите вот такой лист, рыжие пятна. О чем это говорит? О том, что здесь клетки огибли. Почему они погибли? От перегрева. То есть высокая температура листовой пластинки. Вот устица, они служат для охлаждения. Для того, чтобы они очень эффективно и хорошо работали, для этого нужна оптимальная влажность воздуха и также очень, опять же, сильная корневая система, которая очень большое количество воды должна дать растениям. Вы, наверное, уже все знаете, что свет необходим для растений. Не будет света, растения расти не будет. Наверное, все вы когда-нибудь видели картофель, который был в погребе или в каком-то подвале. Его ростки белые, не имеют зеленого цвета. То есть в них нет хлорофиловых зерен, которые образуются на свету. Существуют периоды, и у нас в нашей зоне, тогда, когда растениям просто не хватает света. То есть образованный этот хлорофилл, он не накапливает столько элементов питания для самого растения, что ему ночью не хватает на дыхание. И тогда растение не растет и не развивается. Вот в эти периоды как раз на основных площадях происходит подготовка грунтов, стерилизация, как я уже говорила. А в рассадном отделении происходит выращивание рассады. Рассаду обязательно выращивать с подсветкой. Там все стерильно. Лампы подсвечивания. Никого посторонних туда не пускаем. Одеваем специальную спецодежду. И там выращивается рассада. Рассада очень нежная культура, и поэтому к ней особый и уход, и условия ее произрастания. И не дай бог, что там будут какие-то вредители, или болезни, или грибки, и так далее. Период роста рассады огурцов, он равен 35 дням. После 35 ее дней. Она имеет 6 настоящих листьев и один маленький усик. Вот появление этого усика и является основным признаком того, что растение рассада, она готова к высадке. В это время мы ее где-то в начале января высаживаем на постоянное место, в стерильные грунты, которые мы приготовили в ноябре месяце. Высаживаем ее на постоянное место, и она до середины февраля уже готова и начинает производить плоды. На нем вырастают огурцы. К 23 февраля, к празднику, когда у нас общий праздник, вы все знаете, мы уже поставляем в Москву эту продукцию. Овощи зимой кажутся особенно вкусными. Огурец, перец или вот такой помидор. Но самое главное, чтобы овощи действительно были полезными. А вы, наверное, слышали, что бездумное применение химических препаратов может вызвать обратный эффект. Но растения, как и все живые организмы, и болеют, и поражаются всевозможными вредителями. Как же быть? Если, положим, для людей делают прививку оспы, то есть предохраняют ее от заболевания, то для растений делают, ну, можно сказать, такую же прививку, наносят грибок-паразит, который уничтожает вредный гриб для растений. На огурцах основным таким вредителем является паутинный клещ. Во-первых, снижает урожайность. Во-вторых, при применении яда химикатов мы поражаем продукцию, остаточное количество ядов. У нас есть биохимолаборатория на территории комбината, которая выращивает клеща хищника. Он называется фитосилиус. Для того, чтобы показать вам вредителей и защитников растений, мы воспользовались кадрами научно-популярных фильмов. Паутинный клещ, как вы уже догадались, снят при очень большом увеличении. Его, если так можно сказать, деятельность заключается в том, что он питается соками растений. Листья покрываются багрово-красными пятнами, опадают, вянут бутоны. Размножаться эти клещи могут круглый год. За это время должно появиться 20 поколений. Вот и подсчитайте. Если в одной кладке 100 яиц, то во втором поколении уже 10 тысяч, в третьем – миллион, в четвертом – миллиард. Нетрудно себе представить, в какое состояние приведут эти клещи урожай, если не напустить на них фитоцейрусы. Серьезную опасность урожаю тепличных культур представляет белокрылка. Но ее развитию с успехом препятствует другое насекомое – энкарзия. Она откладывает яйца в личинки-белокрылки и высасывает соки в месте прохола. Личинки-белокрылки темнеют и погибают. Внутри них развиваются и растут энкарзии. Разводят энкарзию на листьях табака, которые раскладывают на поврежденные участки. Примерно таким же способом поражают врага и вот этот наездник. Он уничтожает множество вредителей. Его тоже разводят в лаборатории. Вот он откладывает яйца в личинки-вредители. И это наш помощник в борьбе за урожай. Этот клещ имеет сложное, но очень звучное имя – Амблициус Маккензи. А вот в упомянутой уже Любовью Ивановне фитоцейрус. Он успешно справляется с паутинным клещом. Участки, где он расселился, не нуждаются в обработке ядохимикатами. Людям, не работающим в теплицах, Наверное, не приходит в голову, что одна из главных проблем тепличных хозяйств – проблема грунта. Где его брать? В природе, скажете вы. Не торопитесь. Ведь именно ей, природе, для восстановления плодородного почвенного слоя требуется сто лет. Это подсчитали ученые. Во всем мире специалисты ищут иной выход. И наша страна – не исключение. Есть много разных грунтов. Есть гидропоника. Там, где одни камушки, идет питание через минеральный раствор. Кроме того, есть малообъемная культура. То есть выращивается на тюках. Возможные ваты и так далее применяются, которые также идут через минеральное питание. Кроме того, сейчас входит в производство циолиты. Это дробленая минеральная крошка, которую снабжают минеральными растворами путем подачи его через всевозможные трубки. Растения за счет этого растут. Чем это отличается? Это очень интересный момент. Например, помидоры. Если брать растения помидоров, они могут быть жирными, толстыми и массово в основном производить. А нам нужны плоды. Для того, чтобы растение больше работало на плоды, поэтому применяют вот эти минеральные основы, которые и способствуют большему развитию растений в одну сторону, то есть большему его улучшенному плодоношению. В связи с переходом на эти малообъемные грунты возникает вопрос. Может быть, в силу того, что очень много вносится химии, растение от этого может терять свои качества, качественный состав. Этого не происходит, потому что работают точно, делаются анализы грунтов и очень точно рассчитываются компоненты минерального питания, которые необходимы для растений. Конечно, зимой нас очень радуют фрукты, цветы, ведь не хлебом единым жив человек. Приятно получить в подарок букет, еще приятнее дарить. Эти прекрасные цикламяны выращены в одном из хозяйств Эстонии. Типличное хозяйство готовит для продажи семена, прививает и продает саженцы. ПИДПИСПОКОЕ РАСМИХОВ. ИНО Minh Класс Саженцы плодовых деревьев выращивают под пленкой, а ягодные на плантации в специальной искусственной туманной среде. Здесь они становятся пригодными для высадки на целый год раньше выращиваемых в открытом грунте. А это тепличное хозяйство в Армении. Здесь помимо таких распространенных культур, как помидоры и огурцы, можно увидеть дыню, фасоль, и свой ассортимент цветов. Субтитры подогнал «Симон» И еще одно любопытное место мы хотим вам показать. Это оранжерея главного ботанического сада в Москве. Здесь поддерживается климат влажных и душных тропиков. Где же еще можно увидеть тропические растения? Здесь они совсем рядом. Здесь можно почувствовать их запах. Вот расцветает Виктория Регия. Интересно, что температура самого цветка на 10 градусов выше, чем у остального растения. Субтитры подогнал «Симон» Ее огромные листья выдерживают до 70 килограмм. Существуют и другие оранжереи, теплицы, климатические камеры, где создаются искусственные туманы, засухи и морозы. Ученые занимаются выведением новых сортов растений, способных выдерживать неблагоприятные погодные условия. Благодаря теплицам выведение новых сортов растений сократилось от 25 лет до 5-8. Субтитры подогнал «Симон» по зимнему огороду. Ее провели агроном Любовь Ивановна Тишкина и артист Сергей Жирнов. Но прежде чем проститься с Любовью Ивановной, я хочу задать ей еще один вопрос, на который, возможно, захочется ответить по-своему и вам, ребят. Скажите, чего, на ваш взгляд, мы, люди, недодаем растениям? Я думаю, вот именно не хватает нам вот такого бережного к ним отношения и любви, вот в том плане, что мы, наверное, не всегда понимаем, что растений для нас – это наша собственная жизнь. Если их не будет, мы тоже, в общем-то, погибнем. Они являются, ну, если говорить таким языком, вот техническим, что вот кислород и так далее, и так далее, это даже не столько это, сколько вот именно какое-то эстетическое наслаждение, отдых, души и так далее. Вот все красивое, оно, в общем-то, человеку необходимо для разрядки, для каких-то новых сил, в общем-то. И счастье, растения в этом плане являются самыми эффективными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok